Всем привет! Сегодня мы рассмотрим ружьё Златоуст-Казанцев. Данная модель ружья выпускалась Златоустовским и Ижевским заводами с 1949 по 1955 года. Конкретно вот это ружьё выпущено на Ижевском заводе в 1951 году. Модель ЗК Златоуст-Казанцев представляет собой одноствольное курковое ружьё. Длина ствола от 720 и выше. Вообще в литературе указывается до 760. Но конкретно вот здесь, на этом ружье, стоит ствол 810 мм. Значит, был выпуск более длинных моделей. Ствол на всех ружьях ЗК не хромированный. Ни ствол, ни патронник. В чоке на данном ружье идут либо цилиндр, либо цилиндр с напором. Вот в данном случае на этом ружье цилиндр с напором. Благодаря этому из него можно стрелять любыми пулями. То есть калиберными, подкалиберными разных моделей. Также, что выгодно отличает эту модель ружья, это прицел. То есть в отличие от более современных ИШ-18, ИШ-17, которые из прицельных приспособлений имеют фактически только мушку, здесь устроены полноценные мушки, мушка и целик. То есть стрельбу пулями можно вести с очень высокой точностью. До 100 метров можно спокойно стрелять из этого ружья. Дальше. На ружье ЗК, на приклады, на цельё шли либо берёза, либо бук. В данном случае дерево – это берёза. Затыльники на этих ружьях все идут просто из металлической пластинки. Для того, чтобы разложить ружьё, для зарядки, разрядки, необходимо нажать подствольную скобу и раскрыть ствол. Для разборки ружья необходимо нажать кнопку на цеве, то есть цевьё в данном случае имеет кнопочное устройство, а не устройство с помощью защёлки, как на более поздних моделях. После чего опять же нажимаем скобу и ружьё разбирается. В данной модели колодка прорезная, то есть поствольные крюки ружья входят вот в эту прорезь. На более поздних моделях, то есть ИШ-17, ИШ-18, такого нет. То есть колодка, низ колодки идёт цельной. Что можно сказать вообще в принципе про это ружьё? Самое главное, на мой взгляд, это очень высокая надёжность. То есть вот данному ружью фактически 70 лет, более 70 лет уже. Оно прекрасно стреляет, то есть несмотря на большой настрел, какие-то коррозии в стволе минимально, при том, что ствол опять же не хромированный. И надо чистить сразу же, фактически после стрельбы, в ближайшие часы. Взведение курка осуществляется очень туго. То есть пружина за столько лет сохранила свою мощность. Также и накол на капсулях от байка тоже очень глубокий. Данное ружьё лично мной используется в последнее время на большинстве охот. То есть что на водоёмах, в поле или в лесу. Благодаря большой длине ствола и дульному сужению, то есть цилиндр с напором, небольшое сужение, обеспечивается хорошее поражение дичи на 30-35 метрах. Плюс стрельба пулей, как я уже говорю, до 100 метров уверенно. В целом это ружьё достаточно универсальное и подходит, на мой взгляд, как для промысловой охоты, так и для охоты в условиях средней полосы или в условиях крайнего севера.